РОАД Ньюз – самые динамичные новости РОАД уже длительное время сотрудничает со столичными колледжами, которые обучают будущих мастеров в сфере обслуживания и ремонта автотранспорта. Апрель и май этого года стали месяцами открытых дверей для студентов первого курса, которые только начинают осваивать профессию. Дилерские центры, участвующие в проектах HR-комитета, провели экскурсии по их предприятиям и рассказали об особенностях работы как в области продаж, так и в сервисной зоне. Директора дилерских центров, руководители сервисов и начальники отделов продаж нашли время для диалога и общения. О том, как прошло знакомство с дилерским центром, рассказал Александр Солончук из компании «Авилон». Студентам колледжа сначала представили компанию, рассказали нашу историю. Начали с основополагающего бренда, это был «Форд». Потом, как разрасталась компания, начиная с 1997 года. Рассказали о том, какие есть вакансии на сегодняшний день, о том, что проходит постоянная стажировка, принимаем студентов на практику. Привели ребят, показали производственные помещения, зону прямой приемки автомобилей, мотоцех, автомобильный цех, показали загруженность сотрудников цеха. Общее впечатление, как мне показалось, ребята были немного шокированы. Они не ожидали от того объема работы, который они здесь увидят, от того количества автомобилей. Им было интересно. По мнению дилеров, поддерживающих подобные инициативы, лучший способ подготовки кадров – это участие в образовательном процессе студента с самого первого дня их обучения. Мы считаем, что на данный момент это один из наиболее эффективных способов поиска кадров для нашей компании, потому что наша компания на рынке представлена более 20 лет, и мы перепробовали разные варианты поиска кадров от точного самостоятельного поиска, привлечения сторонних сервисов по подбору персонала. И также имели опыт сотрудничества с ведущими вузами России автомобильными. И видим этот способ один из наиболее эффективных. До конца мая 150 первокурсников, обучающихся по специальности техническое обслуживание и ремонт двигателей, а также ремонт систем и агрегатов автомобилей, посетят дилерские центры. Студенты смогут погрузиться в реальный мир автомобильного бизнеса, поближе познакомиться с современными технологиями и методиками сервисного обслуживания и кузовного ремонта автомобилей. Подобные экскурсии сопровождают преподаватели учебных заведений, которые также наглядно показывают рабочие процессы. Я смогу ребятам рассказать, как все здесь устроено. Как устроены процессы, какой здесь порядок, про условия труда, про соблюдение той же самой пусковой техники безопасности. Все-таки немного познакомились с китайским брендом, который, скорее всего, будет перспективен в будущем. Даже показать просто то, что здесь есть весь абсолютно цикл работ. Кузовной ремонт, слесарный ремонт, проведение технического обслуживания. Как нужна польза технической документации, кстати, на моей практике она присутствует. Особенно приятно видеть, что каждый из студентов, посетивших экскурсию, нашел для себя что-то интересное. Одни отметили масштабность процессов дилерских центров, другие выделили узкоспециализированные детали. Но главное, что большинство из них заинтересовались будущим трудоустройством. А значит, главная задача достигнута. Было интересно узнать, как дилерские центры работают изнутри. То есть посмотреть на рабочие цеха, на работу мастеров, как это все организовано, чтобы, соответственно, увидеть, что предстоит и мне, и моим одногруппникам. Побывать мы успели во всех, и это было достаточно интересно. То есть смотреть за процессом, поинтересоваться, как это происходит, узнать для себя очень много нового. Я бы хотел работать в дилерском центре, так как здесь присутствует и трудоустройство хорошее, стабильная зарплата. Как по мне, это самый такой важный факт в наше время. И то, что, в принципе, тут хороший уровень обслуживания и отношения подобающие. Конечно, пока для столь юных ребят это была только экскурсия. Но в будущем, уже на третьем-четвертом курсе, они смогут начать проходить практику, как это делают их старшие товарищи. До конца текущего учебного года около 700 студентов Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева, Московского технологического колледжа и колледжа автомобильного транспорта номер 9 испытают себя на дилерских предприятиях. Большинство из этих ребят станут участниками проекта «Единая база практики», где дилеры, участвующие в проектах HR-комитета, смогут найти для себя будущего сотрудника. РОАД призывает всех членов ассоциации больше обращать внимание на образование юных специалистов. Профессиональный кадровый резерв – это будущее авторитейла. РОАД Ньюз – самые динамичные новости.